Зачем нужны инновации? Инновации помогают найти новый взгляд на проблему и сделать жизнь людей комфортнее. Масштабные незаметные технологические открытия влияют на развитие целых цивилизаций. Первые корабли, паровой двигатель, освоение космоса. Некоторые открытия навсегда изменили отношение людей к миру. В 21 веке жизнь людей способен изменить проект SkyWay. Почти никто не слышал о струнном транспорте в 2014 году. Сегодня в проект SkyWay инвестировали сотни тысяч людей из 200 стран мира. Струнный транспорт показали на 19 международных выставках от Берлина до Сингапура. 34 международные делегации из чиновников, ученых и предпринимателей посетили центр испытания SkyWay в Белоруссии. 2019 год стал для SkyWay годом достижений, которые определят направление его развития на десятилетия вперед. Так, в феврале этого года струнный транспорт представили на Всемирном правительственном саммите в Дубае, где ежегодно выступают представители науки, политики и искусства, от Барака Обамы до Илона Маска. На мероприятии Министерство транспорта Дубая показало Dubai SkyPots – проект автономного струнного транспорта для системы городских пассажирских перевозок Дубая. Во время саммита транспорт SkyWay оценил эмир Дубая, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед Ибн Рашид Аль Макдун. Параллельно дубайскому саммиту в эмирате Шарджа началось строительство испытательного центра SkyWay для климатических условий Ближнего Востока. На 25 гектарах в течение нескольких лет построят четыре струнные трассы, исследовательские лаборатории и центр подготовки специалистов по струнным технологиям. Это место станет отправной точкой развития международных проектов SkyWay на Ближнем Востоке. Всего через два месяца после начала саммита правитель Дубая утвердил проект 15-километровой трассы SkyWay в самом центре города. Струнный транспорт на этом маршруте сможет перевозить 8,5 тысяч пассажиров в час. Утверждение этого проекта стало первым масштабным доказательством коммерческого потенциала технологии струнного транспорта. Не менее насыщенным оказалось лето этого года. В начале сезона была запущена блокчейн-платформа SkyWay, которая в будущем станет системой сбора данных, управления и расчетов внутри глобальной транспортной сети SkyWay. Десятки тысяч инвесторов уже смогли обменять часть своих долей на токены блокчейн-платформы SkyWay и получили для себя новый финансовый актив. Также в начале лета проект SkyWay включили в число экспертов ООН по программе «Цели в области устойчивого развития», которая направлена на улучшение благосостояния и защиты планеты от негативного влияния человека. Организация Объединенных Наций и основатель проекта SkyWay Анатолий Юницкий сотрудничают с 1998 года. С тех пор белорусский инженер дважды получал гранты ООН на реализацию проектов, связанных со струнным транспортом. Главным событием лета стала ежегодная презентация струнных технологий в Центре испытаний SkyWay в Марьиной Горке. На мероприятии инвесторам впервые показали тестовую версию высокоскоростного транспорта SkyWay, который в будущем сможет разгоняться до 500 км в час. По традиции на презентации выступил основатель проекта SkyWay Анатолий Юницкий. Он отметил достижения проекта ВОАЭ, рост числа работников струнного транспорта и поделился планами на будущий год. Гостями мероприятия в этом году стали более 5000 человек, а репортажи о нем вышли на крупных международных СМИ, таких как российский федеральный телеканал РБК. В начале осени из Беларуси ВОАЭ отправится тропический юникар для участия в запуске первой линии струнного транспорта в Центре испытаний SkyWay в Эмирате Шардже. Саму транспортную линию запустили в конце октября. Открытие первой линии ВОАЭ посетил Эмир Шардже, султан бин Мухаммад Аль-Касими и крупнейшие чиновники региона. Эмир благословил начало работы первой струнной трассы на Ближнем Востоке и пообщался с основателем проекта SkyWay Анатолием Юницким о перспективах будущего сотрудничества. Это событие освещали государственные СМИ Эмирата, Шардже-24 и Шардже-ТВ. Первый в истории струнный транспорт поехал по трассе в Беларуси через два года после начала строительства Центра испытаний. В ВОАЭ на это ушло восемь месяцев. В следующем году SkyWay ожидают новые достижения. Развитие трасс в испытательном центре в Шардже, струнный транспорт на выставке Экспо-2020 и многое другое. С каждым годом масштаб проекта SkyWay становится все больше. Больше инвесторов, больше проектов, больше партнеров и инженеров. Каждый, кто делает свой вклад в развитие струнных технологий, становится частью истории. Истории чистой планеты и безопасного передвижения. Для инвесторов и партнеров проекта SkyWay это возможность объединить мир. Объединить для лучшего будущего, которое мы приближаем. Вместе. Продолжение следует... Приветствую вас, дорогие зрители, участники вебинара. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Супер. Вы все видели этот прекрасный ролик. И на самом деле подобный ролик является инструментом отличной, эффективной работы. И поэтому многие люди выбирают пересмотреть вебинар, либо перечитать вебинар в удаленном режиме, то есть непосредственно после вебинара. У нас есть тезисы, кто не в курсе, можно не только смотреть, но и читать. Мы, как обычно, с Владимиром Масловым проводим вебинары два раза в неделю для освещения и своей точки зрения. И что касается моего вебинара, всего самого актуального и интересного происходящего в проекте Skyway. И в мире, который мы с вами вместе реализуем, строим под названием «Экомир». И небольшой спойлер, небольшой анонс, это действительно важно. Я хотел бы в следующих своих вебинарах на те мероприятия, которые я считаю, что стоит посетить, делать упор в самом начале. И следующее мероприятие, которое я рекомендую посетить, это международное обучение Skyway Capital, тренажер спикеры. На первой части, кстати, я был и мне очень понравилось, вы знаете, мое критичное отношение к спикерскому искусству и то, что сам я посещал тренинги. Сейчас в данный момент ищу, так скажем, апгрейд по тренеру, потому что расти нужно всегда. Но что касается режиссера, который будет проводить данное обучение, он действительно профессионал своего дела. И он покажет вам фишки, которые я после первого обучения стал использовать на своих презентациях. Обязательно посетите это мероприятие, потому что записи онлайн не будет. И вообще я могу сказать, что мы сейчас, как Skyway Capital, будем формировать такую комплексную систему обучения, потому что настроены мы на долгосрочную работу. И поэтому каждому из наших и инвесторов, и просто людей, которые зарегистрировались в проекте для финансирования проекта Skyway в Skyway Capital, мы будем дарить как общий формат обучения, так и уже платный закрытый формат обучения, для того, чтобы обучаться тем компетенциям, в данном случае в нашем деле это продажи, это телемаркетинг, это переговоры, это убеждения, это психология, это таргетированная реклама и многое-многое другое, что касается современных трендов и что касается, как быть максимально эффективным в изменяющемся сегодня мире при развитии подобного инновационного направления, как мы все с вами развиваем проекта Skyway. И второй анонс очень важный, то, что проект Skyway переходит на новый 14 этап, это будет первый подэтап и 5 декабря 2019 года до 23.59 вы сможете инвестировать по старым условиям, скорее всего, далее уже вы сможете инвестировать только по новым условиям. Не исключено, что никаких продлений не будет, потому что мы сейчас находимся на той стадии, но я не могу утверждать, так как я не работаю в головной компании, это решает только головная компания. И переходим непосредственно уже к нашему вебинару. Вообще поставьте плюсики, кому нужны такие вебинары два раза в неделю. И я думаю, что несмотря на то, что сейчас у нас достаточно много событий, мы продолжаем освещать события, которые происходят в проекте Skyway. Так, друзья, никому больше не нужны вебинары. Мы неспроста этот опрос производим, и Владимир Маслов также спросит, потому что время сейчас золото, и нам нужно сейчас совершить просто квантовый скачок, как Skyway Capital, для того, чтобы нам всем с вами остаться в лодке и в юридическом плане. Потому что сегодня я вам расскажу буквально так вот общими словами, и мой посыл опять же будет защищать свои инвестиции и думай, прежде чем ты пишешь что-то в социальных сетях, думай, прежде чем ты говоришь на публику. Но нам также в юридическом плане, помимо обучения и помимо повышения нашей компетенции, нужно будет очень серьезно вырасти. И мы это обязательно сделаем. Так же, как головная компания при нашей с вами поддержке буквально за считанные 4 с лишним года сделала экономическое и технологическое чудо. И это можно назвать просто ростом, можно называть ростом в десятки раз, но то, что много трасс было построено, струнного транспорта, это очевидно, и это неоспоримый факт. И более того, сейчас уже в конце октября нас посетил правитель Шаржи, нас это непосредственно территорию Skyway World Innovation Center, который находится на территории научно-исследовательского парка технологий и инноваций SRTI, тоже, который находится, конечно же, в Шарже. И это было начало пусконаладочных испытаний, это еще не до конца прокрашенные анкерные опоры, это без внутренней и внешней отделки все объекты инфраструктуры, в том числе и эко-дом. И самое главное, то, что было осуществлено, это монтаж путевой структуры и демонстрация работы в движении непосредственно тропического Юникара, который уже более полутора месяцев, может быть, два месяца уже прошло, отправился в Арабские Эмираты и там он и останется. Это не просто мул, как высокоскоростной подвижной состав, который сейчас работает на территории экотехнопарка. И я неспроста сказал работает, потому что он исправляет детские проблемы будущего высокоскоростного подвижного состава, который также в Арабских Эмиратах уже будет испытываться на заключительных фазах. И здесь я могу сказать, что многое было за кадром. Огромная команда готовила это событие. И это те сроки, к которым мы на самом деле сейчас вообще привыкли к ним абсолютно. Потому что когда-то за менее чем год мы с нуля создали вообще и Юнибайк, и Юнибус, и показали на выставке и на Транс, то что касается Шаржи, то меньше чем за 8 месяцев, и причем не все 8 месяцев непосредственно занималась стройка, огромное время было занято именно согласованием, именно поиском необходимых контактов, структур в государственных органах. И происходила наладка коммуникаций. Наладка коммуникаций сейчас абсолютно произведена, и она суперэффективная. Поэтому стройка второй, третьей фазы строительства СВИК будет развиваться еще быстрее. И сейчас я могу сказать, что вот это событие, оно одновременно и очень для нас значимое, но также будет впоследствии в будущем и рядовым. Но чем оно значимое? Потому что в первый раз в Арабских Эмиратах поехал подвижной состав, и это не просто какие-то пусконаладочные работы для своих, а присутствовал правитель Шаржи, именно султан бин Мохаммед Аль-Касиме, и он оценил технологию, даже говорят, что благословил. И далее уже в следующие дни присутствовали самые различные делегации, организации высших правительственных кругов. Те люди и те организации, с кем непосредственно головная компания будет сотрудничать в создании всех трех фаз и далее коммерческих адресных проектов. Многие задают вопрос, а связано ли окончание строительства первой, второй, третьей фазы, с приходом крупных инвестиций. Я сейчас не буду давать никаких обещаний и цифр, но скажу определенно, что приход крупных инвестиций не зависит от того, когда будет закончено строительство той или иной фазы. Но строительство фаз зависит абсолютно и взаимосвязано с сертификацией нашей всей технологии SkyWay в тропических условиях. А с сертификацией уже идет прямая связь и логика развития адресных проектов. Но это не связано с приходом крупных инвестиций, потому что крупные инвестиции могут прийти и независимо, от адресных проектов. Я знаю даже, что во Вьетнаме прорабатываются сейчас контакты от частных инвесторов новых рекордов по инвестициям. Но когда они будут, тогда они будут, и мы их будем освещать, либо не будем освещать, если инвесторы не согласятся, чтобы их фамилии или даже имена указывали. И огромная команда это событие готовила, что произошло в конце октября 2019 года. Это не только 4-5 человек, это десятки людей, которые также и приехали в Арабские Эмираты, но не для того, чтобы попутешествовать, позагорать, а для того, чтобы подготовить все это событие, чтобы все прошло без сучка, без задоринги. И так оно и произошло. Ничего не остановилось, никаких казусов и внештатных ситуаций не было. И наш подвижной состав уже перемещался, как автоматизированный робот. И да, это можем увидеть в Дубае. Есть, к примеру, автономное метро, которое перемещается по определенному короткому маршруту. Но это совершенно другая логика. И то, что реализует головная компания, и все мы с вами финансируем, это логика уже перемещения человека по всему городу, по всем Эмиратам в логике транспортного лифта. И эта концепция позволит перемещаться с абсолютно комфортным временем из одной точки в другую точку, как на территории Дубая, так и вообще в Арабских Эмиратах. И, конечно же, это событие не смогли не осветить многие телеканалы, многие СМИ. Вы можете посмотреть вообще вот непосредственно в Instagram SRTI парка, что они выкладывают. И вот спойлер, можно увидеть SkyWay, автономный транспорт и другие технологии. Но SkyWay находится на первом месте. И, возможно, это неспроста, возможно, на нас делают упор. Но то, что SkyWay будут представлять на высшем уровне на будущих событиях, мероприятиях, и с участием представителей головной компании, и без их участия, потому что огромное количество дискуссий происходит и без участия Анатолия Эдуардовича. Анатолий Эдуардович просто разрывается по-прежнему между Республикой Беларусь и между Арабскими Эмиратами. И не исключено, что и в Республике Беларусь будут согласованы какие-то проекты после того, как это будет очевидно в Арабских Эмиратах. Но никто этого не знает. Но определенно и точно все уже знают, что тропический Юникар, то есть технология SkyWay, была опробована в действии, в движении буквально за рекордные сроки меньше, чем год. Это действительно рекордные сроки для подобных технологий. И что касается микропроцессорной вычислительной электроники, компьютеров, iPod и так далее, годы требовались для того, чтобы вывести на рынок продукт. А здесь значительно более сложный продукт, совершенно другая отрасль, которая создается буквально с нуля, с чистого листа. И все было продемонстрировано без всяких внештатных ситуаций. Я думаю, что это будет и впредь, потому что что касается инженерного дела и что касается уровня организации всех задач и заданий для всех более 86 вообще уже конструкторских бюро, то тут стратегия от Анатолия Эдуардовича показывает только лишь свою эффективность и ничего более. И поэтому можно назвать, что рост произошел действительно в десятки раз. Потому что ранее Анатолий Эдуардович был только единственным сотрудником зао струнные технологии, но сейчас работают уже более тысячи сотрудников и мы имеем мощнейших партнеров, которые нам помогают по стратегии развития по всему миру. Если кому-то кажется, что мы будем строить очень долго и будем долго приходить коммерческим проектам, то я хотел бы напомнить вам о таком факте, о таком законе, что все развивается в технологиях экспоненциально, то есть в геометрической прогрессии. И на самом деле, когда все уже опробовано, следующий этап, вот вторая и третья фазы пойдут намного быстрее. Вспомните, как развивалось строительство легкой путевой структуры, строительство уже грузовой путевой структуры. Намного быстрее это все было осуществлено, чем строительство полужесткой путевой структуры. Самой нашей первой. Потому что это было непросто сделать без существующих стандартов, без существующих испытаний. Но это было сделано и потом скорость увеличилась. И мы будем сейчас активно развиваться как в привлечении инвестиций. Потому что, несмотря на то, что 86 человек присутствуют на вебинаре, я могу сказать, что при тех конференциях, которые мы с остальными коллегами проводим, это минимальная, наверное, цифра, когда члены правления приезжают и вещают свою презентацию. Минимум 100-200 человек присутствуют, и это каждый раз новые люди. Поэтому эти вебинары, они по большей части созданы для того, чтобы все это масштабировалось на другие языки. Все это оседало в голове новых наших инвесторов других стран. Потому что недавно подали заявку вообще на амбассадора в Камеруне. И представьте, насколько мощное движение может начаться в Камеруне, например. Так же, как сейчас начато в Нигерии, и мы обязательно об этом поговорим. И кто-то скажет, что струнные технологии, 10-кратный рост и новые достижения – это какой-то такой громкий заголовок. Но каким образом можно обозначить рост, если фактически в сотни раз выросло количество сотрудников? Если сейчас мы готовимся к мелкосерийному производству, и это за 4 года. Опять же, сравнивая с IT-индустрией, это очень сжатые сроки. Сравнивая с автомобильной индустрией, это гиперсжатые сроки. Но у нас есть уже производственные площадки. У нас есть уже не арендованные помещения, собственные помещения. И это наш с вами актив. И давайте помнить, что конкурентов у нас на самом деле нет. Тут я бы поспорил на самом деле с OnAir, потому что рассказывают о различных технологиях. Но на самом деле ни одна из этих технологий на сегодняшний день не произвела подобного рода запуск технологий, как сделала компания Skyway. И также я вам сброшу ссылочку уже далее на следующие статьи. Я не буду на этом останавливаться, потому что это все есть в новостях. Но хотел бы сказать о том, что сейчас на самом деле происходят настоящие вызовы человечеству. И об этом задумались 11 тысяч ученых и экологов, которые заявили о чрезвычайной ситуации с климатом на Земле. Но тут дело на самом деле не про климат. Тут дело в переустройстве индустрий. И достижение уже не индустрии 4.0, индустрии 5.0, а для их синхронизации и минимизации потребительского эффекта. Потому что все мы с вами потребители. Но я могу сказать, это мое предположение, что на самом деле эпоха потребления, которая станет максимально экологичной и максимально дружелюбной как к экологии, так и к растениям, животному и человеку, она переместится в Transnet. Она переместится во внутрь наших подвижных составов. Еще недавно на выставке Samsung представляли блокчейн-технологии внутри своих гаджетов. И также сделали прогнозы. Один из прогнозов касался сферы ритейла, электронной коммерции. То, что буквально через смартфон мы будем анализировать. Вот, к примеру, сейчас я одет в какой-то пиджак. И через смартфон можно будет проанализировать, узнать стоимость пиджака. И система будет ритейла знать, что именно этот пиджак я хочу, чтобы мне сшили. И именно под меня это будет без всякого избытка, без всякого складирования произведено. Но каким образом это доставлять? Вопрос открытый. Дроны, наземные перевозки. Вопрос еще более сложный. Потому что он сейчас не решен. То есть, те прогнозы, которые делаются без решения проблемы транспорта, вообще тут и говорить абсолютно нечего. Но не просто проблемы транспорта, а создание комплексной индустрии, вселенной отраслей, что мы называем сегодня Экомир. То есть, огромное количество услуг родится внутри Экомира, вначале внутри Транснета. То есть, представьте, что вы зашли в подвижной состав, и подвижной состав сам знает, как анализировать вообще продукты, которые вы хотите. Вы можете показывать какие-то изображения, картинки. Я более чем уверен, что наш подвижной состав научится также определять товары, которые мы ему будем показывать, так же, как сегодня он уже учится определять автомобили, определять пешеходов, определять различные помехи, которые он может встретить на своем пути. птиц, насекомых, какие-то коряги, допустим, которые вдруг упадут на путевую структуру. То есть, он самообучается. И этот интеллект будет использован не против человека, но за человека. И опять же, если кому-то кажется, что это будет происходить долго, то я вот тут недавно перечитывал прогнозы Раймонда Курцвелла. И он предсказал, что в 2020 году на самом деле начнет происходить слияние интерфейса человек и компьютер, что мне лично не хотелось бы. И поставьте минус, кому так же не хотелось бы. Например, то, что сейчас создает Маск. Но вот тогда, в 2014 году, перечитывая этот прогноз, это казалось чем-то несбыточным. Но сейчас уже на животных это все испытывается, к сожалению. И не исключено, что в 2020 году это действительно пойдет уже в коммерческую стадию. То есть, это я говорю об экспоненциальном развитии технологий. И так же будет стремительно развиваться наша технология. Поэтому даже русские визионеры, футурологи, как себя называют, говорят, статья вот интересная, я вам тоже сброшу прочитать, по трендам прогнозов и так далее. Но, как говорится, лучший способ реализовать прогноз и предсказание, это создать будущее. Это то, что делает Юницкий и вся команда сейчас. Он не просто что-то предсказывает, он создает технологию, которая задаст тренд будущего. И эксперт предсказал дату закрытия последнего аэропорта. С этим можно поспорить. И мне кажется, это слишком долгая дата, с учетом экспоненциального развития нашей технологии. Но он сообщил, что в 2042 году практически весь транспорт станет беспилотным. То есть, это и морского транспорта касается, и сухопутного транспорта. В принципе, тут логика абсолютно играет свою роль. И мы также говорим, и слайд даже есть, про потенциальную триллионную капитализацию рынка транспорта над землей. Что с 2040 года начнет стремительное развитие, именно замене традиционного транспорта, традиционных дорог, транспорт над землей. И это тренд, с которым невозможно сейчас спорить. И уже в 2069 году на дороге, прогнозирует эксперт, выйдет магнитный бесколесный транспорт. Но тут, скорее всего, опоздание, причем очень серьезное опоздание и серьезная ошибка. Потому что транспорт и не магнитный, и не бесколесный. Так как все-таки мы перемещаемся на стальных колесах по стальному рельсу. Он уже вошел в промышленности, в мир технологий. Просто сейчас происходит подготовка к запуску коммерческих проектов. И в 2079 году, вот тут я могу согласиться, закроется последний аэропорт. Возможно, действительно так оно произойдет. Возможно, это произойдет позже. Но что определенно, и ближнемагистральная авиация, которую сейчас давят, индустрия высокоскоростного транспорта. Потому что это определенный общий рынок, на котором приходится оттаптывать свою территорию. Но нам не придется перемещаться уже в 2060 году на авиатранспорте. Потому что это даже не касается выбросов из оттапа от топлива. Это просто станет неэффективно. Неэффективно с точки зрения использования человеком времени. Я вот недавно зарегистрировался для эксперимента в сеть социальную TikTok. Но это такая социальная сеть. Ее сейчас продвиженцы в социальных сетях позиционируют как именно бесплатный нативный трафик. И для чего я это сделал? Я там буду всякие веселые штуки регулярно постить. Но не из-за того, что я там какой-то клоун или шут. А для того, чтобы общаться с аудиторией, которые сейчас может быть 17-18 лет, может быть вообще 16. Но через 5 лет им станет 21 и 23. И они уже будут нашими потенциальными инвесторами, как Spaceway, так и VKMIR. Они будут абсолютно дееспособными инвесторами, которые будут задумываться. И какая психология? Для чего я заговорил об этой социальной сети? Почему в том числе будет отходить авиасообщение? Это потому что люди не любят сейчас проводить много времени в пересадках и так далее. И современное поколение даже сокращает максимально слова. То есть говорят, к примеру, не рекомендую, а просто рек. Они ценят время и они будут ценить максимальную мобильность перемещения и получение максимального количества услуг, когда они перемещаются. Какая технология это может дать? Какая технология может им заменить сегодня смартфон, когда они будут перемещаться, к примеру, с Москвы во Францию к другу и одновременно получать весь спектр услуг, которые сейчас они получают в смартфоне. Они захотят войти в подвижной состав и для них это будет не просто подвижной состав, это будет для них пространство, которое заменяет смартфон. Положат либо синхронизируют смартфон с подвижным составом и поедут. Но они будут пользоваться этой услугой только если внутри транспорта они будут получать все услуги, которые они сейчас получают вне транспорта. Поэтому в том числе SkyWay, на мой взгляд, вытеснит другие виды транспорта постепенно, не сразу, так как именно внутри подвижного состава на втором уровне будет заключено огромное количество услуг. И тут я хотел бы сказать свое предположение, и для меня это очень важно, после предположения поставьте плюсики, кто так же думает. Вот существует закон МУРа. Что такое закон МУРа? Это увеличение производительности компьютеров при снижении себестоимости товара. То есть в данном случае процессоры, сами компьютеры, оперативная память и так далее. Я задумывался, а что же будет в сфере транспорта над землей? В сфере транспорта над землей, на мой взгляд, будет снижаться, причем опять же по экспоненте. Вначале там немного, потом больше, больше и больше, и потом дойдет до нуля. Это стоимость проезда. Стоимость проезда для человека. И основной рынок будет SkyWay получать именно за счет тех услуг, которые будут оказаны в транснете. То есть человек, оплатив токенами, на тот момент уже сложившийся блокчейн, внутри блокчейн платформы нашей, попадает в пространство и виртуальное, и реальное. Он получает как виртуальные, так и реальные услуги, чего не может сделать сегодня ни IT-электроника, так как мы получаем по большей части виртуальные услуги, ни беспилотные транспорты, ни современный ритейл, потому что мы получаем как раз-таки реальные услуги. И в чем сила интернет, и в чем на самом деле недооценил ее в свое время Билл Гейтс? Билл Гейтс признался в одной из книг по стратегиям развития компании, что он недооценил интернет. И на самом деле огромное визионерство Анатолия Эдуардовича и всей команды, то что они вовремя оценили блокчейн технологии, потому что сегодня уже руководитель Binance биржи выводит фиатные деньги на свою биржу. Для чего? Для того, чтобы вначале это будут предоставляться какие-то услуги внутри биржи, но потом он сможет просто заключить контракты с ритейл-производителями и обойти даже Amazon и eBay, которые не понимают, не могут перестроиться сейчас на блокчейн-рельсы. Здесь же внутри наших подвижных составов будет, повторюсь, снижаться максимально быстро стоимость проезда. Это мое личное мнение, то есть я не претендую ни на какую эксклюзивность, это просто логически выверенное мнение. Стоимость проезда человека будет снижаться, так же, как мы сейчас достаточно немного платим за то, чтобы набрать по нашему смартфону, но много платим за сопутствующие услуги, причем по системе подписки. И все больше и больше капитализация будет рождаться за счет поступаемых услуг и могут быть вообще совершенно новые услуги, как появилась социальная сеть TikTok, как сейчас огромное количество молодых людей становится популярными. И социальные сети также не исключено, что уйдут вовнутрь подвижного состава. Напишите плюс, кому так же кажется, и я считаю, что это будет максимальной капитализацией именно взаимодействия человек и наши сети, транснет и подвижной состав. Я в этом убежден, но это доля рынка, а остальная доля рынка, это будет уже грузовые перевозки и услуги, и как раз таки доставка всего того, что мы через умные интерфейсы, сенсоры как-то закажем внутри нашего подвижного состава. Не просто там пицца будет приезжать там и так далее, это мелочи. Абсолютно все будет производиться по нашему заказу, но вопрос в логистике, а транспортировка тоже может осуществляться именно через нашу сеть Transnet, которая будет на тот момент уже самой эффективной. И вот об этом нужно на самом деле говорить, когда вы описываете эко-мир, а не то, что мы предоставляем только услугу транспорта или строительство станций, путепроводов и так далее. И стремительно мы набираем обороты и уже я вот эти вот просто слова Михаила Кириченко просто вот впитываю и радуюсь искренне, что уже началось строительство второй линии. Вторая линия уже, если не ошибаюсь, будет чуть меньше. Это будет несколько уже километров. Опять же, если я не ошибаюсь, это два километра. И также уже будет после нее параллельно ей строится и третья фаза. Повторюсь, что приход крупных инвестиций не зависит от строительства этих линий и фаз. От них, от строительства, зависит только сертификация и, конечно же, реализация коммерческих адресных проектов. Но я думаю, что к экспо 2020 мы будем готовы во все оружие. И да, я согласен, читая все, кстати, комментарии и в головной компании, в Skyway Capital, в социальных сетях. Огромная благодарность за обратную связь. И сейчас у нас идет подготовка к мелкосерийному производству. То есть это та партия аппаратных средств, когда вот Jobs, допустим, 100 своих единиц предоставил. Мы тоже некоторое количество единиц будем предоставлять для рынка. И вот вы видите, допустим, на картинке сверху, это считается пыльное производство. Я был на пыльных производствах и проходил когда-то производственные практики. Вот сейчас это производство слесарно-сварочное разделяется с вакуумным литьем и уже непосредственно с обителью станков с числовым программным управлением, которых скоро прибавится два и после Нового года еще два прибавится. Это сложнейшие машины, которые, внимание, будут работать без участия человека. То есть фактически будет необходимо только один-два человека максимум на несколько станков, которые будут уже создавать роботизированный цикл производства. И на это сейчас современные корпорации, опять же, не могут перестроиться, так как вынуждены, допустим, в конвейерном производстве сокращать огромное количество людей, так как заменяют роботы. Сейчас мы не будем обнадеживать. И в этом я могу сказать, что компания действует от сердца. Она открыто говорит людям, что мы нуждаемся в тех-то и тех-то компетенциях, в тех-то и тех-то специалистах. Например, технолог создания программы для станка числа с ЧПУ. Потом, допустим, блокчейн-архитектор и так далее. То есть я уже немножко пофантазирую. Какое-нибудь создание аватара для молодежи внутри подвижного состава, чтобы им было интересно перемещаться. И новые совершенно вакансии, но они не ущемляют права, потому что эти вакансии вообще изначально не создают. Максимально оптимизируют человека часы и вообще затраты человеческих ресурсов на производство. Поэтому сразу же используются станки с числовым программным управлением, которые смогут, я больше чем уверен, творить настоящие чудеса. Так, Элик, мой тезка, тролль, наверное. Что значит будем готовы к Экспо 2020? Если вы не тролль, то я, конечно, приношу свои извинения, но очень много троллей нас посещают. Будем готовы, так как уже будем готовы к мелкосерийному производству. Будут созданы, я думаю, несколько уже фаз строительства. Произойдет либо полностью сертификация, либо частичная сертификация. То есть готовность к принятию коммерческих адресных проектов и к поступлению первых авансовых платежей. Ну, предположим, напишите плюс, кому этого достаточно. И на самом деле я могу сказать, что вообще создается не только модернизация производства, дно и закладка, и уже формирование в качестве молодых ученых, не совсем молодых ученых, действующих в логике идеологии эко-мира. Это научная, конструкторская и инженерная школа Юницкого, которая уже признается и уже сложилась. И постепенно будет адаптироваться к изменяющимся условиям нашего мира. И также она будет совершенствоваться в логике развития других индустрий, которые сегодня развиваются в нашем мире. Я не исключаю, что какие-нибудь метры появятся в плане блокчейн, в плане программирования станков и многое-многое другое. Это войдет вообще в целую программу будущих университетов струнного транспорта. Появятся и такие университеты. Не исключено. Потому что уже, например, Михаил Цирлин сделал открытый отзыв в социальных сетях. И дайте, пожалуйста, ссылку на этого замечательного человека. Один из слоганов, который также созвучен и с идеологией Юницкого, вообще с развитием компании по миру и в отношении к своим сотрудникам. Он дал отзыв в сети ВКонтакте и сказал, что он с удовольствием будет и сам сотрудничать, и уже лоббировать научные дисциплины логики развития струнного транспорта в Белгуте. То есть это Белорусский государственный университет транспорта. Сам он является кандидатом технических наук в области материаловедения и других не менее важных дисциплин. И сейчас все больше и больше людей делают свои дипломные работы. И даже те труды, которые ранее, еще в 2016 году, в 2014 году создавались, они никуда не пропали. Они, опять же, адаптируются, они модернизируются. И в международном форуме, выставке под патронажем «Онхабитат», который прошел в Екатеринбурге, наша команда и с преподавателями, и с молодыми учеными представила три доклада в логике вертикальный и горизонтальный транспорт. И это тот транспорт, который и является, в принципе, транспортом над землей. Это, я думаю, долгая история, но это в первую очередь делается для оповещения тех людей, которые живут непосредственно в Уральском федеральном округе и в Екатеринбурге. Потому что готовится очень серьезная конференция. Обращайтесь все к Руслану Багирову, к Аркадию Бирюкову, кто захочет поучаствовать в этой конференции. Там не буду в качестве спикера я. Да, максимум это включение онлайн, потому что сейчас профессионалами своего дела являются региональные кураторы. И это наши лидеры, которые несут знамя Skyway по регионам и по странам. Я хотел бы привести пример продвижения Skyway Capital в Африке. Сейчас это не мудрено, так как человеческий потенциал не является неисчерпаемым. По Вьетнаму сейчас будет наблюдаться постепенно нисходящий тренд. Поэтому мы осваиваем новые рынки, балансируем в качестве инвестиций. Мы как Skyway Capital и в данном случае развиваемся активно по Африке и по Нигерии. Огромная благодарность Кристиану. Это наш первый амбассадор по Африке. Вообще первый единственный амбассадор. И сейчас вот сравнимо с участием в международном форуме выставки, это сами наши лидеры инициировали, сами подготовили доклады. И не в логике развития адресного проекта, повторюсь, так как понятно всем, что это долгая история. А в логике именно промо по Уральскому федеральному округу и Екатеринбургу в предшествии будущих конференций. Кстати, перед Новым годом будет еще одна конференция, еще более грандиозная в Екатеринбурге. Руслан мне Багиров сообщил. И также представители наши по Африканскому региону в Нигерии участвуют в выставках торгово-промышленной палаты. И мы поучаствовали в замечательной выставке, где присутствовало огромное количество людей и заинтересовали технологии Skyway, не делая упор на адресные проекты. И это огромная проницательность наших лидеров и впитывание той логики развития, которую мы им доносили. И очень быстро они это поняли, получили максимальную эффективность в плане притока инвестиций и в отсутствии расфокусировки по адресным проектам. Но, несмотря на это, происходило знакомство и с вице-президентом, и с черменом торгово-промышленной палаты, и с людьми, которые организовывают эту выставку. И используйте в своей работе такие фишки, когда вы организуете какие-то постмероприятия после выставок. Вы можете даже приходить на выставки, давать информацию без всякого навязывания и приглашать на пост события. В данном случае у африканцев это было эксклюзивное мероприятие, ужин для участников выставки. И огромное количество людей не ожидали, на самом деле, такой забитый зал. Это, конечно же, не 500, не 800 человек, как на конференциях, но пришли. Это целевая аудитория, и наш сложный продукт говорит о том, что по Инстаграм, по социальным сетям, возможно, даже сложнее двигаться, чем в реальной жизни. Но и там, и там мы обязаны двигаться. Были даны интервью, телевидению, и наше растущее поколение скайвеевцев в африканском регионе, я думаю, что они как раз в ТикТоке вряд ли сидят, потому что это африканский континент, но это наши будущие лидеры уже по экомиру. И многие задают вопрос, что будет после 15 этапа, куда мы будем двигаться. На самом деле, после 15 этапа, завершение 15 этапа начнется самое интересное, потому что на единой платформе мы будем проект за проектом финансировать. И это касается не адресных проектов, хотя и их в том числе, но новых направлений технологии Skyway и вообще экомира, которые покупаются намного быстрее, чем та база, которую мы с вами создаем. То есть мы сейчас демонстрируем и создаем продукт и далее уже стратегия на основании вот этого продукта будет складываться в создании платформы различных продуктов, которые будут выливаться во вселенную технологий. И эту стратегию также использовали и компания Apple, и компания Microsoft, и компания Intel. Абсолютно проторенная дорожка, по которой стоит идти и которую интуитивно чувствует Анатолий Эдуардович Юницкий. Я думаю, во многих стратегиях и методах управления компанией он, возможно, даже сможет преподать урок корифеям, которые доказали на истории, на практике различных корпораций уже новые свои методы. Я повторюсь, опять же, о ближайшем мероприятии. Это международное обучение Skyway Capital, тренажер спикера. Рекомендую всем там быть. Я и остальные некоторые члены правления там будем. Я в первую очередь еду сам обучаться, потому что искусство говорить, искусство доносить информацию в нашем случае очень важный критерий и факт. И также про переход на новый этап не стоит забывать. Передайте просто эту информацию. Если люди не готовы слушать вебинар, не готовы вас слушать 20 минут, даже 10 минут, включите им ролик по результатам наших достижений за неполный 2019 год и все станет понятно. Действуйте по логике да-да, нет-нет. Далее, какой ваш выбор? И хотели бы вы присоединиться к инициативе сотен тысяч людей, а также поддержать 11 тысяч ученых, которые заявили, что происходит изменение климата и сейчас мы стоим над угрозой. Конечно же, люди согласятся и какую-то свою посильную помощь, либо вклад внесут в развитие той технологии, которая может спасти жизни будущих поколений. Но на самом деле, что я заметил, каждый прогноз и даже вот то, что представили ученые, создав некий новый манифест предупреждения ученых мира о климатическом кризисе и сделали именно логику решения шести первоочередных задач, шести шагов, это все коррелируется либо с развитием технологии SkyWay, либо с развитием уже далее эко-миры. И, конечно же, мир таков, что кто-то будет стараться на этом зарабатывать. И вы знаете, что на парниковых эффектах очень серьезно зарабатывают и были созданы целые биржи вообще по продаже воздуха в переносном смысле говоря. И также огромное количество каких-то паразитарных финансовых систем будут рождены и при развитии эко-мира и дальше уже при развитии SpaceWay. Но главное, чтобы наш караван шел, набирал все большие обороты, потому что здесь логика максимальной взаимопомощи, отсутствии конкуренции и каждый получит свой кусок пирога при решении тех задач, которые ставит перед нами современный мир. И максимальной задачей является не единение человека с природой, но вообще решение жизни и создание нового экологичного мира для будущих поколений. На самом деле все финансисты, которые будут оценивать подобный экономический потенциал, компании, которые будут выходить либо на крипторазмещение, либо на IPO, оценят по достоинству. Это тот вклад, который мы сейчас делаем и он может быть приумножен многократно. Во сколько это произойдет, никто не знает, но часы тикают и этапы все более и более сокращаются. А инвестировать по-прежнему может каждый, но так будет не всегда. Благодарю за внимание, дорогие друзья. Поставьте от 1 до 10 по информации данного вебинара. Я несколько новых вещей вам преподнес. Надеюсь, что это было интересно. А сейчас я хотел бы послушать ваши вопросы, чтобы на них ответить. Будем ли мы совладельцами таких технологий, как Экодом, Струнное стекло, Биогумус, Юнимобиль, Электроэнергия, Острова? Мы, кстати, уже являемся совладельцами того, что реализуется в Шарже. И тут все зависит от стратегии и решений лично Анатолия Эдуардовича Юницкого. Но я думаю, что Экодом мы будем лучше финансировать и будем там не просто совладельцами, а ближе как 100 владельцами. Как вам слово 100 владелец? Ну, конечно же, 100% владения не будет, но лучше максимально владеть, чем чуть-чуть владеть. Про Гумус, если это будет включено в программу развития, к примеру, в Шарже, то будем. А можно хотя бы одно направление озвучить из тех, что на 10 лет вперед. Могу не одно озвучить. На самом деле, это высокоскоростной подвижной состав, что планируется в Арабских Эмиратах. Это перемещение 500 км в час из одной точки в другую точку. Это гиперскоростной транспорт далее. Далее, это отработка технологий для подготовки к созданию Spaceway. И под технологией будет создание высокоэффективных энергетических станций для запитывания маховика ОТС. По крайней мере, так было написано в документации, в описании программы Экомир. И, возможно, что-то будет видоизменено, но, скорее всего, по этой стратегии будет развитие. Это такие гига-технологии. Ну, я не говорю уж о Spaceway. А об менее таких затратных по капитализации, не факт, что менее выгодных технологий. Это струнное вакуумное стекло, это армирование взлетно-посадочных полос, это гумус, уже его связка с теплоэлектростанциями для того, чтобы отходы не производились, и встраивание его в струнную систему для максимально эффективной логистики. Это и юниконты, со владельцами которых мы являемся, и это даже не просто эко-дома, а эко-космо-дома. И в интервью газете «Звезда» белорусскому изданию Юницкий вкратце описал концепцию эко-космо-дома, и он вначале будет опробован на земле, и это будет высокоприбыльное туристическое направление, которое не исключено, что займет такую неплохую позицию в отельном бизнесе. Гумус и космос никак не будут связаны с нами. Да, скорее всего, потому что и так много связано. Так, Элик, по вашей позиции все понятно. Сколько подэптапов будет в 14 этапе? 14-15 этапы – это самые тяжелые этапы по финансированию. И тут будет зависеть от входа крупных инвесторов и от получения авансовых платежей по адресным проектам. Никаких преждевременных перепрыгиваний не будет, потому что сейчас это очень сильно играет на нашу будущую репутацию при развитии уже следующих направлений продуктов. Поэтому все будет развиваться постепенно, и будущее покажет, насколько быстро мы закроем эти подэтапы. Кто-то строил прогнозы, что это будет даже 100 месяцев, кто-то строил прогнозы, что это будет 3 года. Но, на мой взгляд, опять же, с учетом интереса к технологии, с учетом повышения безопасности инвестиций в плане юридической схемы, которую мы готовим, безопасность в первую очередь – это в головах, чтобы сложилось, потому что у нас и так все безопасно. Мы будем в геометрической прогрессии расти и по привлечению инвестиций. Мое желание, чтобы мы закрывали вообще это все сами. Но для того, чтобы ускорить, естественно, это крупные инвестиции. Ну, как-то так. То есть я не ванга и не предсказатель, только свои предположения могу сказать. Будет ли в этом году закрытие входа в корневую? Скорее всего, нет. Но, опять же, могу ошибаться. Есть новости о проекте SkyWay в Дубае. Новостей, на самом деле, одновременно и много, и немного. Мы будем все больше сжиматься в информационном вакууме. Но огромное количество новостей нам дает головная компания в новостях от Михаила Кириченко. И там говорится то, что можно говорить. О проекте в Дубае будет говориться, я думаю, после сертификации. Но развитие параллельно, я предполагаю, что сейчас уже идет. Так, еще на один-два вопроса и, в принципе, будем завершать. Так, коллеги, продублируйте вопросы еще, если на кого-то, на чей-то вопрос не ответил. Когда будет обучение? Сейчас готовится вводный вебинар по Инстаграм на русском и английском языке. А вообще, я могу сказать, что мы будем стремиться к такому международному формату обучения. И не просто брать no-name спикеров, а таких серьезных тренеров. Потому что нам нужно очень серьезно вырасти над собой для того, чтобы заключать сделки на следующих продуктах в 10 и в 100, не побоюсь, раз больше, чем сегодня мы заключаем за вечер. Были заявки на строительство взлетно-посадочных полос? Не знаю. Отвечаю честно. Всем привет из Сибири. Алексей, когда будет обратный выкуп? Ведь в октябре Анатолий Эдуардович обещал 75 и выше. И токен обмен на акции. Это тоже только от головной компании. Но мы, как члены правления, об этом помним. И на каждом совещании об этом будем непременно напоминать. Столько слов не русских, а мы вообще кто? Так, обратный выкуп будет проходить через блокчейн-платформу. Время покажет. Коллеги, на некоторые вопросы я просто не могу дать ответа, на которые дает головная компания. Но на любые вопросы мы всегда готовы отвечать. Да, Вячеслав абсолютно правильно сказал. И, кстати, закрытие корневой компании также частично зависит от авансовых платежей. Поэтому все может произойти достаточно быстро. Но насколько быстро, этого никто не знает. Но то, что время сокращается, это все знают. И знаете, так чуть-чуть уже сердце ёкает, все больше и больше. А не стоит ли еще? Но каждый решает сам, еще или хватит. Всем счастливо. Строй Skyway. Спасай планету. Дай дорогу мир Транснету. Здравствуйте. С вами Михаил Кириченко. Обращаю ваше внимание, что вы смотрите не развлекательную передачу, а новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Из второго юбилейного выпуска вы узнаете о прогрессе в создании подвижного состава, о стадии разработки машинного зрения, строительства объектов струнного транспорта Юницкого в Объединенных Арабских Эмиратах и Республике Беларусь, а также еще об одном важнейшем событии в истории создания прорывных транспортно-инфраструктурных комплексов Skyway. А теперь обо всем этом подробнее. С вводом в эксплуатацию нового производственного цеха на его площади был перемещен сборочный и электромонтажный участки. В связи с этим в первом корпусе была произведена перекомпоновка производственных площадей. Участок вакуумного литья, токарно-фрезерная группа, а также два станка с числовым программным управлением перемещены на новое место. Слесарно-сварочный участок расширяется и дополняется современной системой вытяжной вентиляции. В ближайшее время ожидается поставка вертикального пятиосевого обрабатывающего центра производства корпорации Окума. Обо всем этом и не только мы расскажем вам в одном из следующих новостных выпусков. В испытательном центре Skyway работа также набирает обороты. На стенде, имитирующем контакт, токоприемник третий рельс с искусственными неровностями, проводится испытание токосъемного устройства собственной разработки на эквивалентных скоростях до 170 км в час. Проведена ранняя валидация, то есть оценка полнатой конструкции, обеспечение требуемого функционала и отсутствие избыточности элементов системы мультимедиа для салонов транспортных средств Skyway. В данном методе были опробованы визуальные и акустические схемы информирования, быстродействие, а также интерфейс. Такой вариант оценки предотвращает недочеты на стадии зарождения проекта и помогает определить достаточность элементов, что особенно важно для минимизации финансовых вложений. Организована рабочая группа по созданию внутреннего документа по затяжке резьбовых соединений. По единой системе конструкторской документации, каждое резьбовое соединение требует обязательного указания момента затяжки на чертеже, либо ссылку в нем же на некий документ, регламентирующий четкие указания по затяжке с указанием момента. Так как существуют сборочные чертежи с наличием более полусотни различных резьбовых соединений, сейчас прописывание всех моментов затяжки занимает определенный промежуток времени, что в свою очередь замедляет процесс выдачи конструкторской документации. Существуют стандарты Республики Беларусь и ГОСТы, регламентирующие моменты затяжки определенных классов соединений, а также соединений деталей из различных материалов. Этот внутренний документ позволит восполнить недостаточность информации существующих и, как следствие, ускорит работу конструкторов, избавив их от необходимости внесения данных рекомендаций в технические требования к чертежу. В данный момент наша компания продолжает тестирование системы машинного зрения с целью обеспечения безопасности движения транспортных средств SkyWay. Для повышения эффективности ее работы используется технология Sensor Fusion – слияние данных от датчиков различного типа. На видео, которое мы представляем вашему вниманию, идет обучение интеллектуальной системы машинного зрения на реальных объектах с использованием данных от разных датчиков – оптического и радиолокационного. В Республике Беларусь была подана заявка на воплощение первого коммерческого проекта SkyWay – строительство линии Unilight. В плановом режиме продолжаются работы по строительству объекта в Королищевичах. Что касается инновационного центра SkyWay в Объединенных Арабских Эмиратах, то за прошедшую неделю в Шардже были выполнены следующие работы. Подготовка деревянных стен гостевого дома под покраску. Часть наружных стен уже была окрашена. Устройство полов, прокладка оставшихся коммуникаций, а также монтаж окон в гостевом доме. Наружный отдел канкерных опор. На уходящей неделе рабочие уже приступили к подготовке внутренних стен. Начаты работы по устройству фундаментов промежуточных опор второй линии. На строительную площадку начали поступать металлоконструкции с завода-подрядчика. И самая главная новость недели. Окончен монтаж путевой структуры. Под личным руководством Генерального конструктора закрытого Акционерного общества «Струнные технологии» Анатолия Юницкого были произведены обкатка, испытания и настройка систем, а также программы управления тропическим юникаром. Не буду снова подробно рассказывать о событии, ставшем одной из главнейших новостей в странах Персидского залива в конце прошлой недели. В инновационном центре Skyway состоялась успешная демонстрация первой линии и данного транспортного средства в действии высшему руководству Эмирата Шарджа, а впоследствии представителям многочисленных организаций региона, вовлеченных в наш проект. Таков традиционный и краткий отчет о прогрессии в развитии технологии Skyway за прошедшую неделю. Следите за обновлениями официальных сайтов Skyway, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект, и о вас без лишней помпы будут говорить не слова, но дела. «Строй Skyway! Спасай планету!» Здравствуйте! С вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете о том, на какой стадии находится подготовка компании-разработчика технологии струнного транспорта Юницкого к серийному производству, что является одной из важнейших задач, стоящих перед коллективом закрытого акционерного общества струнной технологии накануне этапа осуществления адресных проектов, в первую очередь в Объединенных Арабских Эмиратах. А теперь обо всем этом подробнее. Как вы уже знаете из нашего предыдущего выпуска, в первом производственном корпусе была произведена перекомпоновка площадей. Участок вакуумного литья, токарно-фрезерная группа, а также два станка с числовым программным управлением перемещены на новое место. Слесарно-сварочный участок расширяется и дополняется современной системой вытяжной вентиляции. В ближайшее время здесь ожидается поставка современнейшего оборудования, способного обеспечить высочайшее качество продукции, необходимое для функционирования инновационных транспортно-инфраструктурных комплексов Skyway. Об этом мы побеседовали с начальником первого производственного цеха закрытого акционерного общества струнной технологии Александром Ивашко. Мы подготавливаемся к мелкому серийному производству и на высвобочной площади осваиваем территорию, подготавливаем коммуникации для приемки и установки нового оборудования. Это первый этап освоения территории. Это была транспортировка оборудования со старого местоположения на новое. В данной части цеха мы будем осваивать станочной группой с ЧПУ. Подготавливаемся к приемке нового оборудования, которое в ближайшее время будет в виде двух единиц. И в новом году это еще две единицы дорогой техники. Это высокоточный обрабатывающий центр с ЧПУ фирмы АКОМа японского производства. Данное оборудование практически автоматически работает. Нужен только один человек для контроля процесса. Мы сейчас находимся на одном и самом запыленном участке нашего производства, сессарно-сварочном. И аналогично ведем подготовку к мелкосерийному производству. Здесь организованы посты сборочные, локализованные в этом периметре. Также мы обеспечиваем систему вентиляции для очистки воздуха, что очень немаловажно для организации труда сотрудников. Наша перепланировка производства в данном производственном цехе номер один подразумевает разделение станочной группы от запыленного участка сессарно-сварочного. Соответственно, там мы добиваемся повышения качества продукции за счет хорошего воздуха, а здесь создаем правильные условия с точки зрения охраны труда для персонала. Мы захватили территорию площади для установки нового обрабатывающего центра фирмы Viver AnteS. Планируется ближайшая поставка буквально в этом месяце. И что это за обрабатывающий центр? Это универсальный обрабатывающий центр, который обрабатывает такие материалы, как дерево, ПВХ, полистиролы. Он необходим нам для изготовления оснастки и приспособлений для формовки деталей корпусной. Речь идет о подвижном составе Skyway. Абсолютно верно. Расскажите, а какие ближайшие этапы вашей работы? Ближайшие этапы подразумевают принятие нового оборудования, подключение, проведение пусконаладочных работ, проверка выпускаемой продукции и выпуск первой качественной изделии, запланированной на конец февраля, начало марта. Сегодня мы заинтересованы в инженерах-технологах по написанию программ к станкам ЧПУ, а также в наладчиках станков и манипуляторов ЧПУ. А как зарплата, как там соцпакет? Все это обеспечивается? Конечно, обеспечивается. Зарплата у нас достойная, выше среднего заработка по республике. Зарплата не в конвертах, я надеюсь? Нет, все официально. Весь соцпакет, естественно, присутствует. Ребята, приходите в Skyway, работайте. Будем рады посотрудничать. Коллеги, я жду вас. Ждет новых высококвалифицированных сотрудников и недавно введенный в эксплуатацию второй производственный цех, на площади которого были перемещены сборочные и электромонтажные участки. О том, чем сейчас заняты на новом месте сотрудники, мы расспросили его начальника Павла Скробута. Сюда переместилось со старого производства сборочный участок и участок по электромонтажу. Для чего было необходимо это сделать? Необходимость заключалась в том, что некоторые технологические вопросы, технологии выполнения каких-то операций требовали особой, скажем так, чистоты и аккуратности, которую мы не до конца могли там обеспечить в связи с тем, что рядом находился сварочный и заготовительный участок. Для повышения качества нашей продукции вот мы сюда переместились и сейчас здесь обживаемся. Приобретаем новое оборудование. А что за новое оборудование? В частности, на сборочный участок приобретаются два станка, шлифовальный станок и ленточно-отрезной станок. Для электромонтажного участка приобретается свое специфическое оборудование, слесарный инструмент, который нам необходим, какие-то еще специфические, где-то какие-то инструменты и оборудование мы разрабатываем, помогают нам наши конструктора. В частности, вот стенд для испытаний компрессоров систем микроклимата, который позволит определять все параметры компрессора, закупаемых в соответствии с этим, и сможем наши конструктора разработать правильно, рассчитать и разработать системы микроклимата, чтобы они надежно работали в наших транспортных средствах. Спасибо большое. Мы постоянно держим вас в курсе создания подвижного состава Skyway. Не является здесь исключением и разработка флагмана струнного транспорта Юницкого высокоскоростного Юнибуса Ю4-362. Вспомните наши сообщения о подготовке к испытаниям, о модернизации поверхности качения на ферменной эстакаде и изготовлении испытательного мула, транспорта для решения проблем, который полностью повторяет внешний вид и все узлы Юнибуса, с той лишь разницей, что в нем обеспечен быстрый и прямой доступ ко всем элементам. Это все потому, что на нем отслеживаются программные или технические доработки, а также на каких этапах они возникают. Несмотря на то, что уже сегодня высокоскоростное транспортное средство может похвастаться особой ходовой системой, которая обеспечивает плавность передвижения и высокую скорость при малом динамическом ходе, можем сообщить, что в результате как стендовых, так и эксплуатационных испытаний исследователи уже определили узкие места Ю4-362 и в данный момент определяется пути их усовершенствования. Мы постоянно проводим работу по улучшению характеристик данного транспортного средства. По результатам испытаний Мула в экотехнопарке проводится улучшение характеристик подвески на данный момент, что позволит увеличить его плавность хода и скоростные качества. То есть, как я понимаю, это первый реальный результат использования и испытаний Мула высокоскоростного транспортного средства в экотехнопарке. Да, совершенно верно. По результатам всех проводимых там испытаний, испытательного центра, а также совместно с конструкторами, мы проводим улучшения, которые от нас требуются. Таков традиционный краткий отчет о прогрессе в развитии технологий SkyWay за прошедшую неделю. Следите за обновлениями официальных сайтов SkyWay, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект. И тогда слова перестройка и ускорение наполнятся для вас новым смыслом. Строй SkyWay. Спасай планету. Строй SkyWay. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok